АПЛОДИСМЕНТЫ Что-нибудь из гусарского цикла. Впервые услышал его в Афганистане в 1982 году, еще не знаю, что автор будет. Классно. Спасибо за память. Гусарский цикл, гусарский цикл. Знаете, все больше и больше склоняюсь к мыслям, что надо как-нибудь продумать и придумать концерт, песни, которые написаны, я не знаю, там, 70-е годы, 80-е. Потому что так сходу, ну, я думал над этим, поверьте, не раз. Очень сложно петь песни старые и очень давно написанные, потому что с каждой же песней связано что-то, либо история, либо состояние души, тела и чего угодно. И сначала надо уйти памятью назад туда, в это время, в эту историю, в эту жизнь. А это очень опасная штука. Может оказаться, что там лучше, чем здесь, и не захочешь возвращаться. Поэтому мне сложно петь вот так сходу песни написанные. Хотя бы даже такие вот дурные и смешные, как гусарский цикл. Ну, мы же не последний раз встречаемся, да? Хочется верить в это. В следующем разе я вспомню гусарскую песню на то, что услышали в Афгане на этой стороне. Пожалуйста, ваша песня о современном российском ТВ. Кроме, а это, это... Это... Аромат получастоящий муж. Я сладкий, миллениум. Про звезд, да? Да, да, да. Ну, если найдется местечко, скажем так, в программе с Сергеем Николаевичем, в котором мы задумали на сегодня пытать вас, то с удовольствием. Леонид, как вы считаете, сможет ли сегодня наша мужская сборная экскурсия стать женскими, застрелить соперников или зацепиться за медалью в эстафете? Если все, если да, то спойте что-нибудь, веселенькое, типа каравана. Если они примут караван, то они обычно не зацепятся ни за что, только за свои лыжи, зацепили за снег и упали, или вы как бы еще распулемет. Знаете, по этому поводу я понял глубинный смысл великих людей, которые составляют нашу олимпийскую сборную. Они решили сэкономить деньги для бюджета этой страны. Понимаете, 100 тысяч евро за золотую медаль. Они сказали, не надо нам золотых медалей. Серебряных, ну пару бронзов дайте, все, чтобы нам под милицией можно было. Нормально. До дома доехали. А так не надо. Пустите эти деньги на благотворительность, там, на школы, больницы, там, промышленность будет не видеть. Зачем же так тратиться вообще? Я понял глубинную мысль. Я уважаю этих людей. Я бы на месте гортлонницы все время. Вообще бы нас так не вышло. Хватит тетке, они как бы урон бюджету нанести. Вообще, золотых медалистов я не пускаю. Какие молодцы. Даже на бронзу не пошли. Хотя я прекрасно понимаю, когда в 15.05 я встал в великой служебной надобности, я спал, нормально. И включил все-таки, увидел седьмую шайбу в наши ворота, и увидел канадцев. Знаете, я помню, что если бы даже бульдозер стоял в наших воротах, крепко впаянный в лед, они бы голыми руками на куски порвали. Потому что у них не было вообще уже даже сантиметра назад, когда два года назад они продули у себя в Канаде, да, день рождения своего хоккея. Если бы и сейчас они в четверг, они бы убили любого. Вот поставь всю армию Таиланда. Просто клюшкой замолодили бы просто. Вместе вот просто. Поэтому нашим надо было спокойно уйти и сказать, ребята, вот ворота вовшают, пожалуйста. А мы пойдем по пивку и опять же сэкономим для страны маску, деньги. Так что брали свои пять копеек тяжелых. Что касаемо хоккея. Два года назад, да, два года был чеканат мира, финал. Мы как раз были в этот момент, вот в день финала как раз, мы были в Калгари. Финал проходил в Монреале, это там 100 с чем-то километров от того места, где мы находились. И мы в это время сидели в доме наших мигрантов канадских, они выходцы из России. И вот у нас были другие какие-то забавы, в общем, хоккея мы не смотрели. И вдруг забегает девочка, ребенок там лет семейный в этот, и с криком говорит, мама наша у наших выиграли. Ну я вот тем вот знанием живу, а нынешние ребята так.